Безвыходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный. Здравия желаю. У микрофона Андрей Макаров. В эфире Минск чрезвычайный. Статистика в лицах и цифрах. Минск чрезвычайный. Оперативная информация за неделю. С начала года на пожар ИЧС столичные спасатели совершили более 2100 выездов. За это время на пожарах погибли 6 граждан. 30 человек, в том числе один ребенок, пострадали. В ходе боевой работы были спасены эвакуированные из опасных зон работниками МЧС 623 человека. Далее наиболее значимых происшествиях минувшей недели. Минск чрезвычайный. Во вторник буйству стихии предшествовало ДТП. Утром на кольцевой дороге после столкновения загорелась Ауди. ДТП произошло в районе Слуцкой развязки около 8 часов. Предварительно ряд начал притормаживать. Вероятный виновник ДТП врезался в заднюю часть впереди идущей машины Пежо. В итоге произошла деформация топливного бака и воспламенение. Люди успели выбраться из обоих автомобилей и никто не пострадал. Естественно, происшествие вызвало затор на дороге в утренний час пик. И еще об одном утреннем происшествии вторника. Поводом для приезда спасателей в одну из комнат общежития по улице Ангарская стала зажатая между стеной и радиатором отопления нога двухлетнего ребенка. Спасатели при помощи лома разжали секции батарей и освободили голеностоп малыша. Медики осмотрели его, так как было подозрение на повреждение ноги. Но все закончилось благополучно и в дальнейшей медицинской помощи ребенок не нуждался. МЧС предупреждает. Для того, чтобы беда не пришла в ваш дом, не оставляйте детей без присмотра. В этот же день пожар произошел в одной из квартир дома на восьмом этаже по улице Асаналиева. Бойцам МЧС удалось спасти 49-летнего дядю хозяйки квартиры. С предварительным диагнозом отравления продуктами горения и термоингалиционная травма мужчину увезли в больницу. Причину случившегося сейчас устанавливают, но есть предположение, что спасенный, будучи в состоянии алкогольного опьянения, сам пожар испровоцировал. Опять незатушенная сигарета. Минск чрезвычайный. Вечером во вторник бездомный кот забрался в двигатель автомобиля, припаркованного на улице Калиновского, и не заметил, что машина завелась. Обезумевшее от страха животное оказалось в ловушке. К счастью для усатого, водитель вовремя смекнул, что с его машиной что-то не так. Он открыл капот и увидел застрявшего в моторе кота. Тот истошно мяукал. Чтобы излезть животное из двигателя, мужчине пришлось вызвать спасателей. На выполнение этой нетривиальной задачи у работников МЧС ушло около получаса. Оценить состояние усатого не представилось возможным, так как после спасения кот молниеносно скрылся с места ЧП. Предположительно, женщина, страдающая психическим расстройством, в четверг около двух часов ночи бросила бутылку с зажигательной смесью в окно нотариальной конторы по улице Есенина. В результате произошло загорание имущества в одном из кабинетов. Благодаря сработке системы передачи информации, АЧС, молния и оперативно прибывшим огнеборцам удалось оперативно ликвидировать загорание и избежать серьезных последствий. Минск чрезвычайно. В этот же день, около полудня, на перекрестке Лобанка и Сухаревской загорелся Ниссан Премьера. Машина остановилась на красный свет и в это время водитель услышал хлопок под капотом. Начался пожар. Через несколько минут оперативно прибывшие спасатели потушили огонь. Водитель не пострадал. Вероятно, в моторном отсеке произошло короткое замыкание. Еще две машины горели в столице на минувшей неделе. Рано утром в пятницу короткое замыкание стало причиной пожара в легковом автомобиле Рено Лагуна. Несмотря на то, что спасатели прибыли оперативно, огонь успел повредить практически всю машину. А вот причиной загорания автомобиля Мазда на улице Голодеда в воскресенье вечером, вероятнее всего, стал поджог. В этом случае огонь повредил салон, панель приборов, моторный отсек и лакокрасочное покрытие японского хэтчбека. МЧС напоминает. Следите за состоянием своего автомобиля и соблюдайте простые правила техники безопасности. Это поможет избежать неприятностей. О происшествиях сегодня все. В конце хотелось бы напомнить, чтобы те дни в республике стартовала акция «Молодежь за безопасность». В ее рамках минские школьники и активисты БМОСП посетят домовладения инвалидов, ветеранов и многодетных семей. Они не только расскажут о безопасности, но и окажут шефскую помощь. Продлится акция до 14 октября. А я с вами прощаюсь до следующего вторника. Пока! Безвыходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный!